Всем привет, друзья! С вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Pixelmon, в обзор новой версии, а именно 4.0.7. Я бы сразу хотел сказать, что эта версия принесла намного новых плюшек. И если честно, меня они прям так удивили, пока я это всё подготавливал, что это можно напросто с ума сойти. Это в какой-то степени даже радикально меняет вот этот мод Pixelmon, потому что сейчас уже с каждой версии они добавляют не то, что новые покемоны, новых покемонов, так ещё столько различной фиготни, что оно прям, когда на это всё смотришь, то прям удивляешься. Как же это будет круто, когда я вот это всё буду использовать. Но, ребята, перед тем, как приступить к самому обзору этого мода, я бы хотел вас попросить поставить лайк. Это ускорит выход новых серий Pixelmon, это, во-первых, да, если честно, не только Pixelmon, а выход вообще различных видео, потому что каждый твой лайк, каждый ваш лайк даёт мне больше сил для записи новых видео. И, если честно, ребята, это очень сильно приятно, когда вы ставите лайк и когда я вижу, что действительно набралось много лайков. Поэтому, ребята, давайте наберём 800 лайков на вот этой серии. Я буду действительно очень сильно рад вам, если мы это сделаем. Также не оставляем, не забываем оставлять свои комментарии под этим видео, потому что я общаюсь с своими подписчиками, кто хочет со мной пообщаться. Всё, что у вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий, каким-то советом, пожеланием, вопросом. Я постараюсь его прочитать, ответить, также с тобой пообщаться. И перед тем, как, вот видите, там уже что-то новенькое есть, ребята. Перед тем, как всё же приступить, я буду очень сильно рад, кто подпишется на мой канал, кто ещё не подписан. Я отношусь к своим подписчикам как будто к лучшим друзьям. Если хотите убедиться, то просто-напросто подпишитесь, и я буду очень сильно рад, если ты это сделаешь, если ты ещё не подписан. Ну что, ребята, приступаем. Ну что, первое, что я хотел бы вам показать, это компьютеры. Ребята, изменили модель компьютера. Это с ума сойти какая-то офигенная модель. Я уже, если честно, три раза фапнул на неё. Поэтому, ребята, честное слово, она меня, если честно, очень удивила. Давайте посмотрим вокруг, какая же жопа красивая. Какая же реально красивая вот эта модель. Если вы можете вот смотреть так близко подойти, вы даже сможете клавиатуру рассмотреть точно такую же, как у вас. Вы сможете тут рассмотреть клавиатуру. Конечно, тут, я не знаю, там в КС-ку поиграть или в Доту. Ну, каточку сделать нельзя, но всё же, окунуться, что это реально, представить себе, что это реально крутой компьютер, можно всё. Внутри ничего не поменялось. Да, я уже вижу, вы запалили новых покемонов, но пока что я ещё вам показывать не буду. Я хочу сначала компьютер показать. Но это ещё фигня по сравнению с тем, что мы сейчас можем сделать с этими компьютерами. Вы только себе представьте на секунду. Просто представьте. Вы можете покрасить компьютер в любой цвет, который вы только сможете. Который вы только хотите. В любой цвет, ребята. Это просто охренеть. Вы сможете мало того, что разнообразить свой интерьер дома, имев кучу различных разноцветных компьютеров. Так это ещё охренеть, как круто. Давайте я вам быстренько покажу. Красить его можно вот так, то есть ничего в этом сложного нету. Чёрный цвет. Офигеть. Красный цвет. Ну, красный он уже есть. Красный. Зелёный. Зелёный. Ух, какой сексуальный. Зелёный. Мне, если честно, вот это очень сильно нравится. Зелёный. Коричневый. И синий тоже крутой. Это пурпурный. Ну, фиолетовый, короче. Дальше. Бирюзовый. Серый. Серый. Тёмно-серый. Что у нас тут ещё есть. Дайте-ка я быстренько это выкину. Так, это я выкинул. И тут у нас ещё есть вот эти, ребята. Розовый. Лаймовый. Жёлтый. Светло-синий. Такой тёмно-розовый. Оранжевый. И белый. Ребята, это просто супер-пупер. Честное слово. Это супер-пупер. Напишите в комментариях, какой вам цвет больше всего нравится. Если честно, мне нравится. Дайте я выберу. Вот этот зелёный очень сильно мне нравится. Этот синий мне очень сильно нравится. И оранжевый тоже очень крутой. Я, наверное, даже в одиночном сезоне Пиксельмона сделаю себе просто, да, просто три компьютера, чтобы они у меня были на всех этажах. Потому что это не так, как раньше было, да. То есть стоит один компьютер, ну такой вялый какой-то, никакой. Если ты поставишь раги рядом с этим компьютером ещё какой-то компьютер, он будет смотреться нахрена два компьютера одинаковых. Мало того, что одинаковых, так ещё они, если честно, ещё хреново выглядят. А сейчас ты дома можешь нахреначить себе там 30 компьютеров, и они будут выглядеть просто-напросто офигенно. Потому что это реально очень круто. Вы можете себе там даже флаг своей страны сделать или ещё. Это реально очень круто. Так, давайте-ка я быстренько это удалю. Фух, всё, выкинул. Дальше, ребята. Дальше, дальше. Из чего бы начать? Потому что тут реально много всего добавили. Ладно, давайте вот сейчас посмотрим вот это. Я не знаю, что они как поменяли, но они изменили текстурку Шинкса. Она была, может, какая-то немного забаганная, или была более такая квадратная. Сейчас она прикольно так выглядит. Поэтому, кто фанат Шинкса, то ловите её. Сейчас она ещё лучше выглядит. Дальше, ребята. И вот ещё, смотрите. Сделали к статуям. Это статуя. Это не настоящий покемон. Это статуя, что к ней нельзя подойти. Вот смотрите. Это... Я бегу вперёд. Вот смотрите. Это как будто блок. Он нам не даёт туда пройти. В принципе, но мы на него можем запрыгнуть. Вот видите? Это как блок. Невидимый блок в форме статуи. Это, если честно, очень круто. Потому что раньше можно было... Помните, когда у нас было в пятом сезоне там куча статуи? То, что мы могли в неё зайти, там походить, внутри посмотреть. Это реально как статуя. Прям как какой-то, я не знаю, в музее знаете, что... Близко не подходи. Держись на расстоянии. Эта вещь... Вы спросите. Эдисон, что это за хрень? Что это вообще? Пять блоков в высоту? А знаете, что я вам скажу, ребята? Это лифт. Мать твою, создатели пиксельмона, моды пиксельмона, которые добавляют в игру покемонов, создали лифт. Лифт, мать твою, я ещё раз повторюсь. Давайте я покажу, как он работает. Я даже тут написал. Лифт. Всё, что вам нужно, просто на него запрыгнуть, на вот этот блок. Пробел. 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 Вот, всё. Мы на самом верху, мы сможем разглядеть этот фантастический мир. О, это я случайно спустился. То есть, вот так. Ой, да поднимись ты, залагал что-то. Сейчас, давайте мы спустим. А, я просто... Ага, я понял. Так, вот. Вот. Это на пробел подниматься наверх, на шифт спускаться. Это охренеть. Потому что на большие высоты, на вторые... На вторые этажи. На вторые... Как это? Я только сейчас подумал. Офигеть. В нашем же сезоне там есть большой дом двухэтажный. Если честно, меня моя лестница очень сильно бесит. Каждый раз туда залазить. А так мы сможем сделать этот лифт нафиг в каждой комнате. И он не будет выделяться. Потому что, вот, например, с пола будет вот торчать вот такая... С пола будет торчать вот этот блок. И на втором этаже с пола будет торчать тот же блок. На первом этаже мы сможем подойти, перепрыгнуть на второй этаж. На второй этаж подойти, встать на этот же блок и спуститься на первый этаж. Это охренеть как круто. Я, ребята, я сразу же сделаю эту фигню. Если честно, я не знаю. Вряд ли мы ее сможем скрафтить. Наверное, мы ее добавим себе в магазин. Потому что, ну, она не крафтится никак. Это, наверное, вот такие, знаете... Как это называется? Вот в самом пиксельмонде это называется утилити блок. Ну, короче, полезные какие-то блоки. Да, можно так сказать. Поэтому это реально очень круто. Дальше. Добавили новые итемы. Добавили... Добавили... Да твою... А хотя я хотел это вырезать, но это как раз часть обзора мода. Смотрите, ребята. Ладно, я уже засветил вам некоторых покемонов. Но смотрите. Смотрите на вот эти иконки здоровья. Смотрите. Допустим, мы убьем Майнуна. Да? Сейчас мы его постараемся убить. Да, за... Вот. Вот, 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 вот. То есть у него здоровье как будто уменьшается. Да? Не как в предыдущих версиях. Просто эта табличка сразу пропадает. А здоровье как будто уменьшается. И потом эта табличка задвигается как будто за экран. Это реально тоже очень круто сделали. Ну, давайте вернемся. Добавили 9 новых шапочек. Шапочек вот эти. Я не знаю, честно, как они называются. Они тут, конечно, есть. Но, дайте-ка я посмотрю. А, хотя, офигеть. Тут даже много шапочек добавили. Глибклав. Ну, короче. Вот эти шапочки, они помогают. Они лечат ваших покемонов. Они возрождают ваших покемонов. И также они увеличивают им счастье. А вот эти, вот туда же написано. А вот эти просто-напросто помогают в бою. Что-то там увеличивают эффективность ваших умений. Добавляют вам атаку и все другое. Поэтому, если честно, это тоже очень сильно круто. Дальше, ребята. Дальше давайте мы рассмотрим покемонов. Да, 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 да. Давайте дальше мы рассмотрим покемонов. Кого же добавили, ребята? Кого же добавили? Смотрим. Первого покемона добавили Сидота. Вот. Знаете, кого он мне напоминает? Будто какой-то желуди. Да, то есть на дубе растет. Честное слово. Как будто желудь. И сразу же я вызываю второго. Шайни. То есть, это обычный. Это Шайни. Все, что меняется. То есть, тут он коричневый. Тут он красный. Это все меняется. Сидот, ребята. Дальше. Назлив. Вот он. Хм. И сразу же выкидываю Шайни. Вот. Такая, знаете, боевая такая стойка. То есть. Подходи сюда. То есть, иди. А ну. Подошел. Мобила есть. Что-то в этом роде. Так. Куда вы убежали, паскуды? Вот. Реально, очень крутые. Все, что меняется. Тут он коричневый. Тут он такой более какашковый, что ли. И тут он белый, а тут он более такой оранжевый. То есть, тоже, если честно, очень круто. Следующий покемон, это у нас Шифт. Шифт 3. Шахт. Шифт 3, да. Шифт 3. Вот он, ребята. Вот он. Как будто ведь какая-то, да. То есть, вот. Листочки такие. Прикольный. Все, что меняется. То, что он тут коричневый. А тут он как будто, знаете, на пляже очень долго перележал. Что прям сгорел весь. Все у него впечет. Будто такое вот ощущение есть. Тоже очень прикольный такой покемон, если честно. Насяндра, конечно, долгий. Буратино нафиг. Пародия на Буратино. Ладно. Дальше. Следующий покемон, ребята. Этих мы сразу же выложим вот сюда. Следующие покемоны, которые остались. Вот сюда. Сюда, сюда. Это уже можно сюда. Сюда. И вот сюда. И там еще один остался. Следующий покемон, которого добавили, это Шрумиш. Вот он. Хрен его знает, что тут вообще такое. Я похож на него, ребята? Я не знаю, как его спародировать, но у него такое грустное лицо, что прям его хочется обнять и словить даже. Это как медуза. Вот что мне это напоминает. Медузу. Вот тут он более такие светло-синие точечки на нем. А тут иди сюда. А тут более такой, ну, красный. Если честно, очень прикольный покемон. Даже жалко его, когда мы его прокачаем до сотого уровня, и он начнет рвать всем задницы, то, может, он начнет улыбаться. Как думаете? Следующий покемон, это Бриллум. Ух ты. Прям офигеть. Он, знаете, он выглядит, как будто какой-то динозавр. Хрен. Нет, какой-то гриб. То есть, мухомор какой-то. Но прыгает, как кенгуру. Прикол. Прикол. Так, вот он. Такой зелененький, кенгуруша, кенгуру... Гриб какой-то. Но все же. И вот Шайни. Ой, нет, 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 этого не смотрите. Это мой новый любимый покемон. А вот тут он красный. То есть, тоже, если честно, очень круто. А давайте мы даже вот тут останемся и тут продолжим. Смотрите. Вот этот покемон. Зангос. Давайте я его вызову. Это, мать твою, злобный Пикачу с шрамом. На себе не буду показывать. Шрамом, как будто на лице. Как будто он сбежал. Какой-то брат ведьмака Геральта с третьего ведьмака. Да, в принципе, не только с третьего, а вообще. Очень какой-то крутой. Он, я не скажу, что он похож на Пикачу. Но у меня есть ассоциации, лично для меня, что это злобная копия Пикачу. То есть, Пикачу, если ты такой, я Пикачу, я Пикачу. То этот Зангос как будто жизнь, короче, помотала, чуваки. Идите сюда, разберемся. Даже когти вот такие, как будто, я не знаю, прикольные. Вообще, реально, очень прикольный покемон. Злобный, злобный Пикачу, мы будем его называть. Он нормальный тип вроде, да. Поэтому ничего такого особенного нет. Он очень круто бегает. А ну, ты сможешь ко мне подбежать, зараза? Во! Как будто оборотень. Вот кто смотрел фильмы, помнит, как будто оборотни на тебя такие громилы здоровые. Прыгают, прыгают, прыгают. И Зангос вот, вот реально. Еще, знаете, так быстро на тебя прыгает, как будто сейчас съест тебя нахрен. Вот смотрите. О, бежит на тебя. Реально очень крутой покемон. И вот его Шани... Шани-версия. А этот... Охренеть, у нас тут много. Этот белый с красным, а вот этот белый с синим. Тоже очень крутые. Реально, вот это мой новый любимый покемон по виду. Если раньше по виду мне нравилось, там, я не знаю, Чаризарт, может, Лукарио. То есть сейчас в новой версии Зангос. Это прям охренеть, какое чудо. А дальше. Дальше, кто у нас еще там остался? Давайте выложим вот этих покемонов. И остался... Если честно, сейчас, дайте я его сюда перемещу. Вот до сюда ты, зараза. Вот сюда. И вот сюда. Это... Змея. Вот он. Называется Севайпер. Севайпер. Вот он. Как будто змея. Не люблю змей, если честно, в реальной жизни. Я их не переношу. Это, наверное, самое такое... Ну, честно, вот там этих пауков, вот этих всех жуков, я не боюсь. Но змеи это самое противное, что может быть с этих всех существом. Ящерицей вот этого всего-то змея. Но все же, она реально такая прикольная. Севайпер. Может, детеныш там Арбука, да? И вот Севайпер зелененький, то есть Шайни. Может так сказать. Ладно, ребята. Покемонов мы рассмотрели. Что у нас еще осталось? У нас осталась еще одна вещь. Еще две вещи. Еще две вещи. Ладно. Следующая вещь тоже очень крутая. Вспомните какие-то... Вспомните какие-то гоночки, которые вы играли на компьютере. Такие маленькие гонки. Не там Need for Speed или еще что-то. Как будто там Crash с детства. Хотя вряд ли кто-то играл в Crash. Это играли те, кому уже там под 20 лет. Mario Kart, да? Когда есть вот такие ускорения на земле, ты на них наезжаешь, и твоя машина, ну, быстрее, как турбо, да, придает. Тут тоже такую хрень добавили. Смотрите, ребята. Это как будто полоса. Она... Мы можем ездить по кругу. Вот смотри, допустим. Вот мы тут находимся. Заходим на эту полосу. Все. Это добавили. Это реально очень круто. Это реально очень круто. Давайте мы даже догонялочки устроим. Давайте мы устроим догонялочки. В каком смысле? Поке-спаун-мью. А, твою нафиг, не туда. Вот сюда. Поке-спаун-мью. Во. Полетела. Полетела, полетела. Поке-спаун-мью-ту. Вот. А, не туда. Ты можешь сюда, пожалуйста, залезь внутрь. Во. Догонялочки, ребята. Гоночки просто. Это реально очень круто. Смотрите, как будто они реально друг за другом бегают. Это очень круто. Сейчас, смотрите. Давайте я возьму одну вот такую штучку. О, вот она. Это очень круто сделать у себя дома. Например, когда ты выходишь из дома, да. Вот, смотрите. Когда ты выходишь... О, оу. Вот-то где я? Эээ. Что это за хрень было? Где я вообще очутился? Где я очутился? Офигеть меня. Это какой-то телепорт, наверное, в другое измерение, если честно. Он, ну, допустим, вот. Да, допустим, тут у нас, эээ, вот. Выход из нашего дома, да, вот. Туда. Вот так. И вы хотите быстро выйти. Вот, например, выходите. Пуф. Ну, это, конечно, нужно нам больше сделать. Например, где-то, эээ, где-то, где-то вот так. Вот. Вот. Видите? То есть, мы находимся дома, выходим, и нас сразу выталкивает на улицу. То есть, выходи, засиделся дома, иди на улицу, погуляй. Прям как мама, да. Это реально очень круто, ребята. А, и у нас еще, знаете, что осталось? Эти две чукчи продолжают друг за другом бегать. И знаете, что у нас еще осталось, ребята? Вот. Идем мы сюда, ребята. Смотрите. Сейчас, дайте-ка еще тут. Вот. У нас добавили двух новых НПСов. Это Move... Re... Lerner. Re... Re... Lerner. Re... Lerner, короче. И Move Tutor. Tutor. Я не знаю, сейчас, вот эти названия. Что они делают? А, как их... Как сначала, как их получить? Получить их можно или с помощью вот этой палочки, да? НПС-эдитер, что специально в Pixel Money сделан. Или этих НПСов. Вы еще не знаете, что они сделают, но я наперед скажу. Их можно найти в обычном мире. Они там рандомно смогут заспавиться, когда вы там гуляете, ищите покемонов, ловите. Они могут случайным образом просто-напросто заспавиться, как к боссу, да? То есть спавятся и обычные покемоны, может иногда спавиться и шайни-боссы. Также и вот эти НПСы спавятся обычные трейнеры. И могут заспавиться вот эти. Что они делают? Этот чувак может вернуть вам ваши утраченные умения. То есть... Твою мать! Вот я его еще раз заспавил. То есть, например, вот выбрали мы сивай... Вот. Это, в принципе, если честно, даже выбирать не нужно. Подходим, например, в мире мы его где-то нашли. Подходим... Да твою фуражку! Вот. Ладно. То есть, вот этот почему-то лагает. Этот чувак почему-то лагает. Я не знаю, может... Вот. Так их выбирать, да? Тут вот этой палочкой. НПС трейнеры... Трейдеры... Тут. И вот эти два в конце. Вот они. Вот. Это нужно на него нажать. Сейчас он почему-то нормально. И выбираем покемона, которого вы хотите выбрать. Например, сивайпра. И вот. Это утраченные умения. Мы нажимаем, мы изучаем. Хотим еще раз? Нажимаем сивайпра. Какие-то умения, например, хочу я восстановить. Когда вы изучаете умения, да? И случайно нажали не на то и утратили его. То есть, хотели на другое нажать, чтобы заменить. Но случайно нажали на какое-то то, что вам хотелось оставить. Но случайно нажал. Например, вот это, да? Нажимаем. И мы его можем себе вернуть. Этот чувак встречается не то, что часто, а редко. Наоборот, редко. Поэтому это не читерно. И чтобы восстановить себе утраченные умения, нужно, если честно, очень даже попотеть, чтобы найти вот этого тренера. А вот этот Чукча, он наоборот может выдать вам новое умение. Но за это умение придется вам заплатить. Или изумруды, или сапфир, или руби, или алмазы. Изумруды я уже говорил. То есть, мы его также находим рандомно в мире, подходим, вот это, и вот тут, смотрите, новые умения. Вот, допустим, Fire Pledge, да? И вот справа, вот подо мной, прямо подо мной, вот видите, там пишет Кост. Это у нас стоит 1 алюминий. Этот у нас стоит 8 алмазов. Этот у нас стоит 4 алмаза. Допустим, за 1 алюминий, но алюминий у нас нету. Вот, Gastro Acid. И выбираем, который вам нужно. То есть, этих чуваков вы также сможете случайным образом встретить где-то там в мире, да? Когда вы там путешествуете, то они могут заспаяться. И также вы сможете или восстановить, или выучить новые умения. Если честно, это очень круто. Чтобы еще вам показать, добавили новые темки, я не знаю, честно, вот они где-то, где-то вот тут. Добавили, ну, вроде около 17 новых темок. Вот, если предыдущие заканчивались около вот тут на 105, вроде, или где они. Короче, где-то вот тут они заканчивались, то добавили кучу новых темок. Например, вот тут, сможете посмотреть, я тут видел одну прикольную. Ща-ща-ща-ща-ща-ща. Называется она, я не знаю, где ее я видел, но где-то вот тут. Щас. Где-то вот тут я ее, ребята, видел. Сейчас я ее вряд ли найду. Вот, Natural Gift, Dark Pulse, Fly, Surf. Нет, это уже пошли. Нет, это уже Хэмки. Нет. Я не знаю, ну, короче, она называется Payday, ребята, прям как игра. Если честно, ну, прикольно. То есть, много новых темок добавили, с помощью которых вы сможете улучшить вашего покемона. И еще прокачать ему больше сил. И он будет еще намного сильнее, чем был раньше. И что я еще могу сказать? Добавили двойные битвы. То есть, у меня, к сожалению, не с кем это показать. Но добавили двойные битвы. То есть, вы со своим другом можете собраться в команду. То есть, ваша реальная команда, вы два тренера. И вы также сможете сразиться против двоих тренеров в настоящем бою. То есть, это очень круто, потому что вы сможете соединиться в группу и в одном же бою участвовать в четырем. Как это все работает? Нужно прописать, смотрите. Поке Баттл. Вот сейчас Поке. Поке Баттл. Нет, не Поке Гиф, а Поке Баттл. Два. Вот. И после этого пишите сначала свое имя. Потом имя вашего напарника. Например, там, Витя и Вася. Это вы. И вы сражаетесь. После этого пишите там Серега и там Петр Петрович, да, например. И сражаетесь два на два. К сожалению, я бы, ребята, вам показал. Но я не могу этого сделать. Потому что у меня нет друзей. Может, уявные есть. Да, Васек. Прикольная же серия, согласитесь. Но, к сожалению, в игре у меня их нет. Поэтому, ребята, я показать вам не могу. Ну, это, в принципе, все, что я хотел показать. Реально, очень много изменений. Очень много полезных изменений. Сразу же сейчас побегу делать себе цветные компьютеры. Потому что я влюбился. И также вот эта хрень. Давайте еще раз вам, ребята, покажу. Прям реальный лифт. Это можно сделать. И это реально будет очень сильно полезно. Да твою мать. Вот знаете, просто хочу нажать shift, чтобы отсюда не свалиться. Но когда нажимаешь shift, он спускается. Вот, он спускается вниз. Но когда ты хочешь посмотреть вниз, вот, например, вот так, да. И нажать shift, чтобы не свалиться, ты не можешь. А хотя вот сейчас могу. Ага, то есть, если на краю, то ничего. А если вот тут, ага. Сейчас ясно. Сейчас я понял. Во, ясно. Да твою мать. Вот, сейчас на краю. Вот тут ничего. Понятно. Ну что, ребята. На этом мы будем заканчивать. Я надеюсь, этот обзор новой версии мода, еще раз повторюсь. 4.0.7 вам понравился. Потому что лично мне понравилось очень сильно. Я ее сразу же сейчас добавлю в свой одиночный режим. Сразу хочу, 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 хочу вам сказать. То, что не спрашивайте, когда будет обновь сервера на эту версию. Ребята, серверов одиночка и сервер это две разные вещи. Серверов под новые версии нету. То есть, вообще нету серверов. Они там, может где-то есть, но они только тестируются. Потому что сервер, там могут быть дюпы, лаги. Вот это все будет лагать, вылетать, зависать, не работать. Поэтому сначала нужно создать подходящий сервер для новой версии и Майнкрафта, и Пиксельмона. И только потом, когда это уже пройдет, там, тест и вот это. Все только потом добавлять это на сервер. Потому что если сразу при выходе где-то ты даже умудришься найти сервер под новые версии. В принципе, их даже не существует. Ну, например, там ты создавал заранее, там, все программировал. И запихнуть как-то туда новую версию Пиксельмона, это жопа будет, ребята. Потому что это будет глючить, вылетать каждые пару секунд. Если в одиночке вы это сможете сделать сразу же в первые секунды, то сервер, ребята, там, как вы видите, даже новой версии уже давно не ставится на сервера. Потому что это, если честно, очень сложно. Если бы я мог, я бы, ребята, честное слово, поставил. Но все же на этом мы будем заканчивать. Я хочу вам сказать спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Смотрите, тут катается, катается, еще катается. Это реально можно даже какие-то аттракционы сделать прикольные. Я еще раз скажу, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк. Если наберем 800 лайков, это ускорит видео, то есть выход новых серий Пиксельмона, во-первых. И, если честно, не только Пиксельмона, а и других остальных рубрик. И также даст мне больше сил для записи новых видео. И последнее, я буду очень сильно вам благодарен своим подписчикам, кто поставит лайк. Также, ребята, если вы хотите со мной пообщаться, оставляйте свои комментарии. Я постараюсь их прочитать, ответить и также с вами пообщаться. И кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику. Я приглашаю вас вступить в нашу большую дружную семью. Все, что вас требуется, просто-напросто нажать на кнопочку и подписаться. Ребятушечки, ссылочка на скачивание новой версии Пиксельмона находится в описании. Заходите, прямо сейчас скачивайте. И устанавливайте себе свой одиночный мир. Ребята, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Так, ну, что я ожидал. Мы же в гейм-моде, не убьемся. Всем пока. Хей, дружок, притормози. Вот сюда-ка посмотри. Здесь ты видишь палец вверх. Вот нажал, и вот успех. Я лайку буду очень рад. Ты же в курсе, ты же мой фанат. У нас большущая семья. Все подписчики и я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok